Однажды на одном сервере образовалась большая община, и не сказать, чтобы все они были добряками. И тогда у одного путника по имени Кинг созрел один масштабный план коварного обмана. Кэп, они опять перехватили нас на фарме. Чтобы ты понимал, мы сейчас потеряли машину и ящик серы. Да как этот Кинг предугадывает все наши действия? У кого-то есть идеи на этот счет? У меня есть. Я думаю, он читер. А ты что там в углу стоишь как не свой? Подходи к столу. Итак, сейчас расскажу вам дальнейший план действий. Неужели они еще не догадались? История о шпионах. Честно говоря, то, что будет в этом видосе, вас просто ошарашит. И будьте уверены, подобных видосов вы еще не видели. И если вы думаете, я шучу, то вы очень сильно ошибаетесь. На этот ролик я потратил огромное количество сил и времени. От каждого вашего лайка зависит судьба дальнейшего контента. И если ты хочешь поддержать меня и этот ролик, обязательно поставь лайк. Приятного просмотра. Серега, ты снова сидишь за компом и ничем не занимаешься? Я домик охраняю. А что еще делать? Ты что, не слышал о том, что в данный момент наблюдается дефицит кадров IT? Сейчас самое время освоить это направление. Я рекомендую начать с Пайтона. Ведь это простой язык программирования, который может освоить человек без опыта в IT. Плюс Пайтон уже несколько лет возглавляет рейтинг популярных языков программирования. С помощью Пайтона можно создать сайты, игры, онлайн-сервисы и даже работать с нейросетями. А средняя зарплата разработчика на Пайтон составляет 150 тысяч рублей в месяц. А как обучиться Пайтону? Научиться программировать на Пайтон можно у моих хороших друзей в онлайн-школе SkillFactory на курсе Пайтон-разработчик. За время обучения ты создаешь 6 собственных проектов от компаний. Таких как Сбер, Озон, Яндекс, ВК. Помогать тебе будут практикующие программисты. А после обучения ты получишь диплом о профподготовке. С трудоустройством помогут ребята из центра карьеры. А что самое крутое, если ты не найдешь работу после окончания обучения, то школа вернет деньги. Круто. Вижу, что ты очень заинтересовался в обучении, поэтому лови промокод CHIZI, который дает скидку на целых 45%. И обязательно переходи по ссылке в описании и оставляй заявку на бесплатную консультацию. Получай реальный опыт программирования и спустя время мы будем вместе разрабатывать сайты и приложения. Слушай, ну звучит очень интересно. Я пожалуй пойду попробую. Ну что, вы готовы? Пристегивайте ремни. Мы отправляемся в долгое путешествие. И не забывайте заплатить за проезд своим лайком. Если мы соберем 200 тысяч, я буду очень счастлив и сделаю очень долгий видик. Эта история началась с того, что я заспавнился возле какого-то огромного острова. И было очевидно, что там живет какая-то деревня. Но прежде чем туда отправляться, я встретил таинственного незнакомца и решил с ним немного поговорить. А ты не знаешь, кто там на острове живет? Нет, не знаю, не знаю, не знаю. Ну мне просто интересно, я хотел там поселиться, а там он застроен. Как туда попасть? Ну ладно, пойду я. У тебя есть топорик какой-нибудь? Я бы мог просто дерево порубить тебе взамен. И он оказался славным малым. Он действительно вынес мне каменные инструменты, чтобы я мог немножечко порубить дерево и камни. Я их схватил и отправился в свое долгое путешествие. Первым делом я побежал фармить дерево. Я хотел найти лазейку, как я смог бы попасть к ним на остров. Ух, нифига себе, там кто-то бегает, там живут. Блин, опасно с этой стороны строиться. Я полностью оббежал их территорию и понял, что с планом постройки я туда запрыгнуть не смогу. А чуть позже на улицу выбежал хозяин территории, который явно не щадил бомжей, которые пробегают просто так мимо. И звали этого паренька Мармот. После того, как он меня убил, я понял, что времени терять я не буду. Я появляюсь совсем в другом месте. И вижу, что тут тоже застроен остров. Короче говоря, мне срочно нужна была лестница. С помощью которой я смог бы проникнуть где угодно и куда угодно. Нормально же общались. Чего убивать-то сразу? Нифига себе. Это не надо. Вислий молодой. Да, это я. Стой, стой. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да я тебе не верю, ты меня только что убил. Иди сюда. Да ты не вызываешь у меня доверие. Наверное, не каждый из нас бы доверился такому чуваку, который на тебя смотрит в двушке. Но я все-таки решил ему поверить. Иди сюда, на. Я из нормальных. Ты забер, дай все это, все твое. Я не хотел тебя убивать. Ну, типа, я увидел, типа, а думал убить. А еще я не подавал виду, что я опытный в этой игре. И просто притворялся новичком, чтобы меня никто не узнал. Этому пареньку я по-прежнему не доверял, и поэтому пытался его проверить различными методами. Но даже после того, как я нафармил много ресурсов, он не стал меня убивать. Также он скинул мне первый дробовичок, и рассказал о том, что на острове за маяком живет клан Гост, который приходит сюда расправляться с кепочками. И тут я понимаю, что именно судьба меня привела сюда. Я должен был появиться именно здесь, чтобы познакомиться с этим кланом. И как вы видите, они были недружелюбны. Тогда первым делом я принимаю решение построиться между двумя этими островами. Но по пути к супермаркету на меня выбегают какие-то два странных челика. Что я только что сделал? Я дом пойду строить. Я пойду строить дом. От такого старта я был просто в шоке. У меня мало того, что появилось много оружия, так я еще смог построить свою огромную кибитку. Блин, надо быстрее, быстрее, быстрее крафтить, страшно! Здесь остров. Здесь территория. А здесь мой дом. Куда эти типы голые ехали на коне? Так, мне нужен еще один ящик. И спальник здесь. Я продолжал следить за этим островом и видел, как туда приземляется коптер. А также, именно сейчас я обрету еще одно знакомство. А я только зашел вообще на этот островок. На, еще попей. Я тысячу миллилитров должен выпить что ли? Ну да, быстренько вот так. Ну пьем, 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 пьем. А я даже не знал, что когда я пью какую-то воду, я пью. То целебная желтая вода, то необычная вода была. В итоге мы с Вайти немного подружились, и я даже разрешил ему построиться неподалеку от меня, чтобы я мог его защищать. Это дай дерево, я дерево напомню и здесь киба, скиньте. Да если смажешь, еще камни. А пока Вайти добывал дерево, я фармил фармеров, которые бегали на супермаркете. Это что, те же самые типы что ли? Надо забрать хотя бы основу и уйти просто. В моем доме появилось так много оружия, что мне пришлось немного подфармить камушка, чтобы его улучшить. Я строил что-то максимально непонятное, чтобы меня точно никто не пытался зарейдить. Чтоб никто не знал, где у меня будет лутовая. Потом я нашел шар, и сразу в моей голове появился плен. Я мог бы залететь на один из островов, чтобы получить информацию о том, кто там проживает и какие там территории. Да, незаметно проникнуть туда не получилось. Но каким-то чудесным образом у меня даже получилось облететь ПВО и все турели, которые у них были. А турелей здесь было очень много. Везде турели стоят. Но эта башня может сыграть с ними злую шутку на самом деле. Здесь у них было абсолютно все. От огромного кланового дома до фермы, где стояла машинка. Я понял, что если здесь поставить спальник и спрятать оружие, то я мог бы когда-нибудь их подловить. Елки-палки. Субтитры сделал DimaTorzok И как бы я с ними долго не сражался, но убежать с этой территории у меня не было просто возможности. И меня в какой-то момент они умудрились подловить. Но на этом острове у меня уже было спрятано оружие. Поэтому я смог хотя бы одного, но перехватить. И убраться с этой чертовой территории на воздушном шаре. Мне самую малость не хватает топлива, чтобы пересечь границу этого забора, поэтому мне остается только спрятать оружие в воду, чтобы вернуться за ним с помощью лестницы. Хорошо, что неподалеку от меня стоял первый халявный верстак, где я смог все это изучить и скрафтить. Короче говоря, ограбление этой территории прошло успешно. Я смог обворовать план Гост, но сейчас пора бы вернуться к нашему первому острову. Ведь они меня интересовали больше всего. Я хочу сбегать на этот остров, посмотреть кто там живет. Может быть там ребята будут интереснее и заряженнее, чем эти. И вот спустя час я наконец-то возвращаюсь сюда с лестницей. На тот самый остров, где изначально меня недружелюбно встретили. А судя по тому, как он был застроен, здесь жило очень много ребят. И тогда в моей голове появилась шикарная идея, о которой вы скоро сами узнаете. Ничего себе. Вот этот остров мне больше нравится. О, тут чел. Тут наверное все мирные, поэтому убивать я никого не буду. Судя по всему, да. Но то, что он поставил сюда турель, это не очень хороший знак. И мне кажется, он идет по мою душу сейчас за мной. Парень, который бегал на этом острове, не стал меня убивать. И тут я понимаю, что скорее всего их больше, чем можно поместить в зеленке. В теории я даже мог притворяться своим и спокойно бегать собирать кукурузку. Но главной моей задачей было найти то, где я смог бы что-нибудь ёнькнуть. И пробегав на этом острове буквально 5 минут, я нахожу подгнивающий домик. Блин, ну лестницу как-то тратить не хочется. Может быть я смогу туда так попасть? Так это бункер какой-то что ли? У него 10 хп, может дождаться, пока сгниет? Я решил не привлекать внимание возле этого домика и разведал обстановку по всему острову. Нашел лазейки, как я мог бы перебираться через заборы. Нормасса типов тут МВК. А, так вон что они обнесли, там что-то здоровое. Спустя минут 15 я возвращаюсь к этому домику, где потолки уже прогнили. И в ящиках я нахожу нужный мне лут. Турели сюда просто, к папочке. А самое главное, что я смог здесь обнаружить, это персонажа, который спал в этом доме. В будущем мне это очень сильно пригодится. Ха-ха-ха! Что это за бред? Нифига себе, это что такое? Должен разобраться, как по-тихому еще все разбить здесь. Чтобы получить полный доступ к домику, чтобы я мог его застроить, мне нужно было разбить мультишкафы. И мне повезло, ведь они были из соломы. Я сейчас могу тут застроиться или нет? Изи. Теперь у меня на этом острове появился домик. И хорошее алиби. Я мог притворяться своим. Этим же я и планировал заняться в ближайшее время. Ведь неподалеку от меня был в онлайне один домик, с которым я хотел наладить контакт. Сосед, привет, ты дома? Привет, привет, да, я и дома. Ты что-то хотели? Да, да у меня там домик гниет. Я с другом играл здесь, у меня дом тут стоит. У вас камни и дерево не будет? Нет, прости. У нас все мог, у самих хатах нет. А, я понял. Пойду я тут дерево порублю тогда. Неужели он не понял, что я василилый чел? И вот, казалось бы, план сработал на ура. Я спокойно фармлю дерево на их острове, меня не убивают жители, и я спокойно разведываю различную информацию. А ты не знаешь, кто там живет за забором? Потому что по мне они стреляли, и я пытался с ними поговорить. Не, я не знаю, не знаю. Понял. А там американцы, я не понимаю. А, я думал, тут вся, ну, вся деревня, типа, это весь большой мир. Нет, там у меня косы. Вон там мой домик, смотри, вот за тобой. Видишь, большой вон тот? У меня там брат старше, короче. Выживал. Да. И все было слишком идеально. Я даже поверил, что у меня получилось проникнуть в их общину. Вот до этого момента. Блин, ну вы такие ошибки делаете, чуваки, просто. Такое отношение мне, естественно, не понравилось. Я появляюсь на этом же острове, хватаю берданочку, которая у меня лежала, и отправляюсь к ним снова. Ого! Фонарик есть? Да фонарик мне какой-нибудь, пожалуйста. Я понимаю, что если я не вырублю спальник, то он сможет меня закрыть, и отсюда я выбраться не смогу. А еще у меня оставалось все меньше и меньше времени, чтобы отсюда убежать. Потому что я понимал, что здесь деревня, и мне нужно было хватать самое ценное. Я не успею туда обратно вернуться. Я умудряюсь своровать все основные ресурсы и убежать к себе домой. А впереди начнется просто жесть. Ни фига себе. Скорее всего, в этом моменте я разворошил осиное гнездо, и на меня выбежала целая деревня. Теперь я понимал, что остаться здесь незамеченным у меня не получится. Походу, ГГ моему домику. Кстати говоря, в доме спальник я не смог поставить, потому что там не было места. А еще у меня не было дерева. То есть вы, в принципе, наверное, догадываетесь, в какой я был ситуации. Мне нужно было импровизировать. У меня там застраиваться нечем. Братан, братан, слышишь? Ну, что вы в меня стреляете? Я вас не стреляю. Объясни, ты с острова? Я тебя подниму. Я с острова. Ты с острова? Ты живешь? Я же с другом здесь живу, а меня вот у нас просто новенький. Братан, братан, кинг. Секунду, секунду, подожди. Понимаешь, типа, у нас все говорят, что тебя не знают в этом дело. Да, я с братом играл. Мой брат, у него 64 рус в Нике был. Он в этом доме лежал, уже спал. А, свинья, убей, пожалуйста, а то у меня ни хп, ни ханят. 64 рус? Да, да, да. Сейчас секс. Вот какой мне смысл бегать на этом острове и убивать кого-то? Я даже твоих ребят вон тех не убивал. Я возле них дерево добывал, потому что у меня домик гниет. А они меня убили просто. У тебя дискорд есть? Дискорд есть? Да, есть. Зайди в дискорд к нам сюда сейчас. Чтоб вы понимали, у меня их дискорда не было. Я не знал, как выкрутиться из этой ситуации. Все, что мне оставалось, это заговаривать зубы и попытаться проникнуть ко мне домой, чтобы у меня был шанс хотя бы отбиться. Понимаешь? Не-не-не, просто у нас там эти... Пацаны новенькие взлетели. И мы дум... Ну, у нас просто сейчас залазить начали по всем хатам. Ну, у меня, видишь, даже дом гниет. Ну, типа, вот, кстати, забери оружие. Вот, меня на воде ребята убили. Типа, мне какой смысл вообще убивать кого-то? А, вот этот новенький, 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 ребята. А, ну, я тебе даже вот, смотри, могу показать. Я дверь могу открывать, типа, ну... Да, не-не-не, это понятно. Зайди в доску. Просто, видишь, как бы... Я не помню тебя. Хотя большинство... Так, не-е-е. Я знаю. Я-я ж зашел недавно. Я ж с братом зашел, играл. У меня брат играл с вами в зеленки, короче. Он построил этот домик. А я потом присоединился к нему. Я даже в зеленке у вас не был. Он сказал, типа, прийти, дом на содержание ему закинуть. Мне брат попросил зайти, ресы подкинуть. А в итоге меня убивают. И еще и говорят, что я там виноват где-то. А брата... У брата какой ник в Дискорде? У брата какой ник в Дискорде? У него такой же, как в этом... В Расте. 64 рус в нике есть, да? Да, да, да. Почему именно 64 рус? Да потому что в этом доме спал игрок с таким именем. И мне не оставалось ничего, кроме как притвориться его братом. Хотя я даже не знал, кто это такой. И если вы сейчас в шоке от происходящего, то поверьте мне, что вас ждет впереди, там будет просто жесть. Мне приходится придерживаться легенде, что я зашел к брату, и что я просто добродушный новичок зашел подкинуть ресурсики в шкаф, чтобы домик не сгнил. Никого не убивал даже здесь на острове. Никого не трогал. Зачем мне это надо вообще лишний раз? У нас никто не говорил, что ты тут живешь. И твоего Ника никто не упоминал. Не, вон те ребята, которые, вот я к ним подошел, я спрашиваю, типа, можно дерево поформить на речке, которые живут? Он вначале, типа, сказал, да, иди форми, я вырубил три дерева, и он меня убивает с пистолета. Братан, ник брата нормальная, пожалуйста, скажи в дискорде, я 64 рус не вижу нигде. Полный ник скинь, сейчас. Сейчас напишу. Как я их скамлю жестко просто. Ну, его Дима зовут. Ну, он здесь жил, я не знаю. Я же говорю, я зашел недавно на этот сервер. Типа, он мне попросил просто подкинуть ресурсы в шкаф. Капец, я скамер. А мне застраиваться нечем. Через сколько он зайдет в дискорд? Ну, минут через 20, наверное, он должен катку закончить и зайдет. Челик, верни наши компоненты и все, что ты у нас украл. Ты меня убил с деревом, а почему я тебе должен возвращать что-то? Потому что мне сказали, что тебя не было у нас с теми, поэтому сказали тебя убивать. Молодой, смотри, фишка то, что мы тебя не знаем, и ты просто появился на этой сервере. Естественно, тебя будут убивать, потому что для нас ты незнакомое лицо. Нас от тебя никто не предупредил. Логично, что мы тебя будем убивать, правильно? Ну, логично, но как бы, если я не трогаю, это означает, что я свой? Не, ну, 30 минут подождите, мой брат зайдет. Вот я не шучу, он типа, я ему написал, он сейчас доиграет и зайдет. Они меня попросили вернуть их компонентики, но взамен я попросил их вернуть свое дерево, которое я фармил, и которое в будущем мне очень сильно пригодится. Они гении! Чтоб вы понимали, в этом домике до сих пор не было шкафчика, потому что я не мог пофармить дерево. Зато они меня выручили. В итоге они мне сказали, что если через 40 минут не появится мой брат, то они меня зарейдят. И сейчас у меня было время, чтобы расширить этот домик и немного подготовиться. Чебел, ну я же знаю, это же ты ко мне подходил, я же видел, как ты меня спрашивал, кто живет на этом острове, как я хотел тут жить. Ну, мне потом брат спальник отдал, а оказывается, он здесь живет. Я же не виноват, что так вышло. Все, вопросов нет, вопросов нет, Ксения, все, вопросов нет, все. У меня есть время подготовиться к экрейду. Я гений просто этой игры. Это офигеть просто, разборки века. Пока они ждали, когда зайдет мой братишка, которого я не знаю, я пытался нафармить как можно больше ресурсиков на их острове. И постепенно укреплял свой домик, чтобы его не зарейдили за две ракеты. Мне надо подготовиться к этому рейду. Но дверь я больше не смогу поставить нигде. Что делать в этой ситуации? Камень, я вижу камень. Я не смогу никак спрятать все это. С Моустэши не работают. Ну а чтобы они точно все не забрали в случае успешного рейда, я принимаю решение построить небольшую скрытую кибитку на их острове, чтобы спрятать в нее все самое ценное. Блин, это просто самый эпичный контент в истории человечества. Жесть. И за эти 40 минут я даже умудрился отстроить себе деревянную отстрелочную. Конечно, она бы меня не спасла, но немножечко противников застопорила. Они, естественно, видели, что я строю отстрелочную. И, скорее всего, даже подозревали, для чего она нужна. Но меня не убивали. Они ждали, когда зайдет прежний хозяин этого домика. И спойлер, он, естественно, не зайдет, потому что я не знаю, кто живет в этом домике. Ха-ха-ха-ха. Блин, вот интересно, придут они ко мне или не придут? В течение всего этого времени они постоянно ко мне подходили и спрашивали, где мой брат. Где-то скидывай его. А, так я же вам скидывал или нет. И вот сейчас под домом было уже четверо залутанных человек. И, судя по всему, они уже были готовы меня рейдить. Я был как загнанный лев. И чтобы не ждать, когда же они прорвут оборону, я решил действовать на упреждение. Ребят, ну блин, судьба такая на самом деле. Я вас не хотел трогать. Так ты пришел на наш остров. Я же вас не трогал. Я же вас не трогал, правильно? Какая разница. Да, большая разница. Вы мне сказали, что 30 минут он не зайдет, и вы меня выселите. А, ну... Да. Да. Ну, он не зайдет, потому что это не мой брат. Я вообще не знаю, кто это. Потому что это не мой брат. Я вообще не знаю, кто это. Грустно то, что вы пришли рейдить меня. А я так хотел иметь друзей. Жесть, они пробили мою оборону на эффект. Но шкаф у меня остался закрыт. Я не знаю, что это не мой брат. Хоть отбить эту крепость у меня не получилось, зато у меня осталась моя нычка, куда я спрятал все основные ресурсики. Теперь оставалось загадкой, как вытащить отсюда все, что я своровал. Для начала я перезашел на сервер и поменял ник. Это мне нужно было для того, чтобы они не узнали, кто я такой. Тем же временем, они полностью зарейдили домик и укрепили свои некоторые базы. Блин, они в доме. Вот как по-тихому долбить здесь домики, если они все в онлайне? Я и этот домик могу выдолбить в теории. У меня появился гениальный план. Я хотел внедрить в их общину своего агента. Но нам нужно было тщательно продумать, как это сделать. Там в любом случае нужен дом. Потому что мой дом как-то далеко на эффект находится. Не, ну слушай, внедряться это не вбуряться, а ты вбуряться собираешься. Наконец-то мы встретились с моим агентом Илюхой и уже планировали построить небольшой домик, который находился бы неподалеку от их острова. Чтобы я мог спокойно следить за ними со скалы. Открыл ворота еще раз. Закрыл ворота. Он идет к гаражу, походу. Открыл дверь, закрыл дверь. Там, где я стоял, был просто идеальнейший обзор на их остров. Поэтому прям здесь мы и решили построить нашу кибитку. Во, как-то даже веселее, что ли, дела пошли. Я должен был давно построиться здесь. Да, остров, конечно, у них нормальный такой. Все как мы любим, как говорится. Там даже стреляночка стоит на заборе. Да, это моя. По всем канонам. Илюха пытался привлечь их внимание, но пока с острова никто выбегать не собирался. И мы терять время тоже не собирались. Мы отправились фармить фармеров. Он дед. Да. Так, туда не подходи. Там турели справа. Один минус. У меня на этом. Это пич. Там еще один с томиком. Убил с томиком. У него болт. О! Ты жив? Да. Жители острова тоже постоянно что-то делали. О, вижу, там бегает на территории. Тип. О, сейчас скинусь и пора. Это означало только одно, что нам пора действовать. Первым же делом из своей нычки я вытащил дерево. Чтобы стеночка буферки сгнила, я мог отсюда вытащить второй верстак. Немного продамажив одну стенку, я был уверен, что она сгниет раньше, чем все остальные. Поэтому особо не переживал. Welcome to the island, buddy. Они без меня добили, что ли? Серьезно? А, ну понятно, тут ничего не было. Бегая по острову, я замечаю нового игрока, который стоял и что-то отстраивал. А так как я сменил ник, он не знал, что я был противником их острова. Я один тут играю, меня недавно заселили. Я прям вот смотри, вот здесь живу. Пойдем покажу. И в этот же момент, когда я попытался его отвезти под обстрелы Люхи, я замечаю летающий коптер. И летел он очень низко. К дождю, наверное. Там один в воде сдох нафиг. Слышь? Да, ну. У нас ласты есть, да? Но мы не успеем туда, мы не успеем, мы не успеем, мы не успеем туда. Я не терял надежду, ведь понимал, что море огромное и они могут не найти его тело. Я отправляюсь прямиком туда. Мы где-то здесь его убили. Вижу. Вижу труп. В топ-сете. Смотри внимательно в подводу. Вот он сладкий. Дайте пощупать его. Чувак. Беги, чисто. Каким-то чудом нам удается его облутать, и там мы находим пару очень важных предметов, калаш и МВК-дверь. Оставалось только добежать до дома, но путь наш был очень опасен. Сзади вышли двое, сзади двое вышли. Один минус. Он с пуликом? Да. Я его убил? Хорош, я бегу туда. Он закрыл ворота? Я его залутаю. Я могу там заспавниться у них. Я быстро добегаю домой и келяюсь в надежде, что успею залутать пулемет. Но не тут-то было. Он уже был на своем трупе. Это тот, кто меня вчера рейдил, мармот. Не успел чуть-чуть я туда. Сразу после я принимаю решение немного улучшить свой домик и поставить МВК-дверь. А также нам нужно было как минимум добавить буферку. Ведь нас могли пронести за пару сишек. Когда они тут стреляют? Я пока пошел с буром. Чувак, они втроем идут сюда. Они втроем сюда идут. Нет, нет. Я второй этаж поставлю. На самом деле, в этом моменте я подумал, что они идут нас рейдить. Но на этот раз пронесло. Я увидел, в какую сторону они побежали. Именно там находилось метро. И я подумал, что я смогу их принять с компонентами. А, я вижу его. Может его просто стереть пока? Чтоб не полить, где мы живем раньше времени. Оооо, чувак! 500 скрапа. И шутишь? Откуда? И две строки серы. Все, готов лутать. А еще я оценил поистине удобную штуку. Новые метки на карте. Кек. Везде метки напихал. Да, что происходило в этом вайпе, не описать словами. Представьте себе такую картину. Вы стоите дома, никого не трогаете, а мимо вас пролетает корова, откуда выпадает какой-то челик. Там чел выпал! Серьезно? Я очередной раз убеждаю, что низколетящий коптер это к дождю. Он выпал, и корова садится. Она обратно летит. Одного убил, один остался. На корове взлетает. Дал хит. Коптер летит. Блин. Убил, походу, нет? Хорош, не знаю. Нет, он жив. Убил, бомжа. Тебя идет, чел пушит. Это трон. Дал голову. Дал хит ему. Он без хп. Все, последним патроном добил. Хорош! Скажи, что у него миллиард лута. Да. Топ-сет забрал. Пойдем домой, пойдем домой, пойдем домой, домой, домой. Потом вернемся. Открывай двери внутри. Просто открывай. Ты вон тебе ради топаешь. Да. Один минус. Я упаду. Я выжил. Фул добил. Хорош. Еще есть. Их двое было. Вот он валяется. Чувак, как? Ты его точно лутал? Не его. Прикинь, ты его не лутал нафиг? Короче говоря, на этом наша спокойная жизнь подошла к концу. Было очевидно, что клан Гост захотят нас зарейдить. Поэтому что надо было делать? Правильно. Отстрелочную. Как бы так и есть, хата не очень. Восемь ракет. Ну и, конечно же, островитяне были явно такому не рады. И постоянно по мне стреляли со своего острова. Ооо, все, понеслась. Белый сет меня спалил. Ооо. Но они больше не выйдут со своего острова. Надо стрелку быстрее делать. Еще одного типа убил на гре справа, где коптер. Корову мы им тоже оставлять не собирались. Мы решили устроить им традиционный кэшбэк. Ааа. Ха-ха-ха-ха-ха. Дима, блин. Корова исчезла. На, в лицо. Еще. На, еще. На, в глаз. Ха-ха-ха-ха. И когда я его очередной раз убиваю, я вспоминаю, что у меня, оказывается, есть коптер, на котором я смогу залететь к ним на территорию и залутать его болтик. Ай, я не выберусь отсюда. Короче, у тебя задание. Знаешь какое? Спасти рядового чизастера. Но так как ранее я уже бывал на всем острове, я знал все лазейки, как можно было отсюда выбраться. Я выбрался. У меня теперь далеко плыть. И если вы думаете, что на этом чудеса закончились, я вас огорчу. Сейчас все только начиналось. Пока я воевал с островитянами, клан ГОСТ собирались нас зарейдить. Тебя убили? Да, под хатой у нас. Кто убил? В спяновой типочек какой-то. У нас тачка под хатой, слышишь? У нас типы под хатой. Спальники в КД. Я пойду спрячу лишние пушки. Один с глушителем, с вердой. Второй. Третий. Третий пак с пуликами, нас рейдят. Там вторая МВК-дверь есть. Тебе ее надо поставить срочно. Да, дайте мне лестницу, когда я не могу. Одному голу выдал. Один с пуликом. Одного убил. Хул. Один минус. Еще один минус. Там еще есть? Не знаю. Кто-то убил? Какой ник? А, тут есть МВК-дверь наша еще. У него Сишка была. Поставил дверь. Убил. А, это ты. Блин, пустая тачка была, прикинь. Убил. Там еще один. Томик убил его. Ай-яй-яй-яй. Я не понял. Ты дикарь? Прикинь, мы ждали, пока одни придут рейдить, а пришли другие. Я не знаю, что вообще от нас надо нафиг. Мы тут ради острова построились. Наш дом будто бы приманивал кланы, после чего появились еще одни игроки, которые пытались нас постоянно убить. Убил его. Спустя некоторое время возле нашего домика наконец-то стало спокойнее, и мы решили самую малость отдохнуть. Тем более, нам нужно было дождаться, когда же прогнется стенка у нашей нычки. Они все спальники мне разбили. Да задолбали нафиг. У меня выход есть на улицу. Сейчас, подожди, надо тут спальников им настаивать. Что они, думаю, самые умные, что ли? У меня ПНВ-шка есть. Конечно же, я снова накидал спальники, но на этот раз их было раза в три больше. И все, что мне оставалось сделать, это наконец-то отнести второй верстак в нашу крепость. Кстати говоря, по поводу домика. Мы решили на ночь построить новый, ведь понимали, что скорее всего нас зарейдят. Тут у нас будет просто бункер. А потом все, что нам оставалось сделать, это перенести честно добытые ресурсы в новенький домик, о котором еще никто не знал. А за ту серку, которую мы выбили, мы купили третий верстак. Так наш первый день выживания подошел к концу. А во второй день будет происходить то, чего вы еще в расте никогда не видели. На следующий день я и вовсе поменял свой аккаунт, чтобы снова попытаться внедриться в их деревню. А еще, скажу вам по секрету, за мной началась охота читера, о котором вы уже очень скоро все узнаете. Домик на горе, кстати говоря, за ночь был зарейжен. Шкаф они наглухо застроили. Но они не знали, что меня так просто не выселить. Это было только начало противостояния. Я вижу, как они сбили вертолет, который упал в воду, и я понимаю, что у меня есть шанс его у них отнять. Ну и до того, как проворачивать наши грязные делишки с внедрением, мне нужно было поставить пару больших печек. Ведь с металлом у нас были большие проблемы. Так, ну в принципе я думаю металла, чтобы это у лоши сейчас должно хватить. Ха, так потолок дешевый же. Сейчас мы находились в эпицентре трех кланов. Действовать нужно было быстро. В какой-то момент я начал общаться с островитянами с помощью чатика. И так как это был новый аккаунт, я даже смог добавить одного из них в друзья. Они даже не подозревали, что я кинг. Потому что я с ними поговорил, и они вроде как согласны, чтобы я жил у них на острове. Короче, мне нужно кого-то позвать. Надо либо Серегу позвать, просто чтобы он попал к ним на остров и внедрился в Тиму. Это будет просто эпик. И именно сейчас мы переходим к самому важному моменту. Внедрение шпиона. Так как они знали мой измененный голос, и знали голос Илюхи, я принимаю решение позвать нового агента. О котором они даже не подозревали. Алло, что ты там, на работе еще? Нет, дома. Блин, короче, тут вопрос не на жизнь, а на смерть. Мне нужен агент. Агент? Агент 007 по внедрению на остров. Да? Короче, многоходовочка. Я их вначале заскамил, типа на брата, да? А теперь я зашел на новый аккаунт, пару раз их убил и написал, типа, чуваки, я, короче, ну, хочу у вас на острове жить, давайте, ну, в мире. И он пишет, приходи к нам, мы решим этот вопрос, типа, нам адекватные люди нужны, слышишь? Ну, можно, значит, мы будем там в память откидем. А, я тебе аккаунт дам. Так как я с ними уже наладил общение, дело осталось за малым. Придумать Сереге небольшую легенду. Смотри, у тебя голос добряка, как бы, да? Но они должны тебе поверить, Сереге. Ты должен сделать все, чтобы они тебе поверили. Я вполне на это смогу расположить доверие. Ну вот, у тебя легенда такая, типа, ты зашел недавно на сервер, только стартанул. Ник, док, да? Док, Ник. Да, док, док. А ты с чем их убивал? А с его, с Томиком? Так, а мне когда с ними разговариваться, мьютиться? Ну, а меня через тебя были слышны? А ты разговаривал с ними вообще или нет? Нет, с этого аккаунта нет. С другого, да. Поэтому я и прошу, чтобы другой с ними говорил. Я отправил своего агента прямиком к ним, а сам принял удобную позицию для слежки. И то, что произойдет сейчас, удивит, наверное, очень многих. Он бежит, он бежит к тебе, все, он бежит. Так, переключаю запись. О, здоров. Тебе работает звук? Я тебя слушаю, глаголь. Да, что-то, блин, так хорошо играл вообще. Сегодня, прикинь, я тут читер зарейдил. Вообще, прям грустно стало. Думаю, мне надо кем-то поиграть. Читер тебя зарейдил. Да, да. Ну, если хочешь, координаты скинь. А там тебе что-то зарейдить? Вот буквально минут там 10-5-10 назад. Ну, я бахов даже не слышал. Плохие координаты там. Координаты какие? Ты же вроде здесь жил. Не, скажи, что ты жил, короче, на М5 возле супермаркета. Я не здесь жил, это второй дом. Я основной был на М5 возле супермаркета. А, второй друг, с которым вы бегали вместе? Второй друг. Ну, из-за тельта вышел, да. В горе вдвоем были. Да, да, ну, он вышел, видишь, сгорел и все. Джимми и ликер. Я сейчас вообще без команды играю, потому что ревнул мой тиммейт и все. Понятно. И что вы хотите с молодой человеком? Попасть на деревню? В смысле в деревню? Нет, я просто хочу поиграть чуть-чуть и все. Просто, видишь, я не успел развиться. У меня были выходные после, ну, точнее, выходные от работы. У меня есть, походу, для тебя решение. Мне, такой же, как и ты, молодой человек, так же искал Тиму. Он бомж и ты бомж. Могу вас вести. Отличная идея. Ну, было бы неплохо, даже если бы рядом построили. Ну, в смысле, просто пожить рядом. Ну, не знаю, чтобы не вынесли меня сразу. Ну, не вынесли меня сразу. Нет, ну, понимаешь, тогда надо будет сидеть в ДСе. Потому что у нас софеди не только на территории, но и за территорией есть. Там домников парочку. И, как вы понимаете, план сработал на ура. Они его приняли к себе в Дискорд. Ну, все, иди к нему, я буду наблюдать. Теперь дело оставалось только за шпионом Серегей. Сейчас я его не отвлекал. Он должен был втереться к ним в доверие. Это я слежу за тем, как мой агент Сергей проворачивает грязные дела и собирается строить у них дом. Да, и такое может быть в этой игре. Я пошел, чтобы не привлекать внимание. Пускай Серега занимается. Скоро узнаем пароли от их ворот. И вы бы знали, как же нам везло в этом вайпе. Как только Серега построил свой домик, на союзников острова напали. И это был отличный шанс Сереге проявить себя. Но ему нужна была моя помощь. Хип дал. Еще хип. Еще хип. Убил пулеметчика. Убил... Еще одного убил. Я всех убил там. Убил. Я убиваю всех рейдеров и отношу основу в сейв зону. Именно там я знакомлюсь с деревней, которая жила неподалеку от меня. Все они оказались довольно дружелюбными ребятами. А еще они мне рассказали важную информацию. Ну да, кстати, их родили чатаки и трех типов вроде... Три типа уже вроде в бан отлетели. Да я видел по тебе, я там такое обстоятельство был. Я еще, когда бежал, помню, из берданки начали решить. Да, да, там с глушителя, вон там на хате чел сидел. Аккуратно. На тебе тоже, иди кого-то убей. Спасибо большое. Удачи. Да, не за что. А сам возвращаюсь на гуру с болтовочкой. Прикрывать агента Серегу. Его задачей было как можно больше залутать оружие, чтобы принести острову. Чтобы заполучить доверие от них. Тут круговорот идет бомжей в природе. Я всех убиваю. Это Серега что ли бежит? Это по-любому Серега. Я узнаю его по персонажу. Операция спасти Серегу. То сто процентов Серега был. Насколько можно нафиг, они бесконечные. Но меня рассекретили, мои позиции рассекречены. К счастью, мне удалось провести Серегу до самого дома. И он смог засейвить очень много оружия. А все остальное время я укреплял защиту моего домика. Ведь возле меня появились громадные соседи, которые явно точили на нас зуб. Я скрафтил лестницы и побежал посмотреть, как у них устроен дом. И обнаружил, что я смогу туда протолкаться. Прям очень быстро надо сюда идти. Продавливай. Оп, я у них в отстрелке. Тут даже кое-какие двери не залочены. Он домой зашел? Он меня убил. Ты что там делаешь? Как он узнал? И тут я принимаю максимально рискованное решение. Я появляюсь дома, хватаю стишки и разрывные патроны. В надежде, что я смогу прорейдить эту огромную махину. Фух. Блин, я, конечно, могу пробахать, но я думаю, смысла нет. Леся, берданка нужна, прикинь. 30 кп осталось у двери, у меня калаш сломался. Он серый деспавнит, прикинь. Ты что, б***ь, что ли, серый деспавнит? Ты что, не можешь задефаться, нафиг? У тебя столько оружия, вон у тебя дом здоровый, а ты не дефаешься даже. У тебя калаш есть, а ты серый деспавнишь, ты что, нафиг вообще? Если она тебе не нужна, мне ее просто отдай, и все. И мы договоримся. Ха-ха, за***, все не дать. Мужик, мне нечем тебя рейдить, ты можешь лут не деспавнить. Я тебе честно говорю. Я потратил все, что у меня было, нафиг. Ты что, думаешь, я тебя обманываю? Да, в том моменте я его реально не обманывал. У меня все кончилось. Но, увидев огромное количество серки, я понимаю, что его надо дорейдить 100%. Чувак, ты серьезно просто так деспавнишься? Но, ему не повезло. Он реально все задеспавнил. Но это ему не поможет. Ты, типа, даже не попытаешься дефаться? Да пошел ты нафиг. Тут калаши, тут слышишь, тут много лута. Тут пулики нафиг. У меня еще ракеты. Ты же мне хочешь, как-то зарынечу. Тут еще одна дверь осталась. Ау, вот он с серой кельнулся. Так, я в шкафу. Я нашел металл. Я, честно говоря, впервые с таким сталкиваюсь. У него была огромная база со стрелочной. И вместо того, чтобы нас дефать, он просто все задеспавнил. Мда. Это настолько тупой рейд, что я понять не могу, что тут произошло. Он просто реально, вместо того, чтобы дефать огромную махину, все задеспавнил. Зачем? Зато мы избавились от клановых игроков, которые жили неподалеку от нас. Тем более, они умели крафтить ракеты, и 100% этой ночью они бы нас зарейдили. Этим же временем Серега вовсю уже втерялся к ним в доверие. И они даже вместе ходили на фарм в зиму. О, они сейчас будут яички собирать. Сейчас как раз все яички собирать. Мы за это время должны добежать до нужного места. А знаете, как я за всем следил? У Сереги было открыто два дискорда. Один с компьютера, а другой с браузера. В одном он сидел с нами, а в другом с ними. Я знал все передвижения островитян. И вот я уже бегу за одним из фармеров, который отделился от группы. Много нафармил, сладенький. Вкусняшечка ты моя. И стоило им только прийти в зиму, как тут появлялся я. Человек, который забирал их ресурсики. Но это была мелкая рыбалка по сравнению с тем, что вы увидите дальше. Но прежде чем рыбачить по-крупному, мы решили укрепить нашу базу заборами. После этого мы сделали небольшую нычку в нашем домике и отправились отдыхать. Завтра нас ждало очень много дел. Да, события на следующий день меня просто ошарашили. Когда я проснулся, я увидел то, что наш домик кто-то зарейдил. Они забрали абсолютно все, что было у нас в центровине. Но хорошо, что мы спрятали все в нычку. Да и тем более, весь основной лут у нас лежал в печной. Да, тут вообще ничего не оставили. Изверги. Но выбрасывать этот домик мы не собирались. Мы его все-таки восстановили и сделали как небольшой тайник. И ведь если его зарейдили один раз, второй раз его рейдить точно не будут. Теперь перейдем к большой рыбалке. На горе, где стоял наш прошлый домик, мы построили еще одну кибитку, чтобы совершить план перехват. Шпион Серега дал нам информацию о том, что они будут перевозить скоро свой лут на машине. И поэтому я скрафтил скоростные ракеты. Базуху бери тоже. Сейчас глянем, если они сворачивают, значит они к нам едут. Да. Готово? Да. Ждем до последнего. Надо пойти ближе к скале, чтобы мы точно знали. Но они будут тут проезжать снизу по-любому. И вот они мчатся на нас. Я стреляю и не попадаю в них прям в упор. Мои надежды их перехватить постепенно угасают. Но я отправляю ракету справедливости вслед за ними. Я его взорвал. Тут куча аресов. Тут куча серы. Я выбрался. Давай хилки, убегаем нафиг. Он над нами бегает. Да. Ой-ой, со скалы. Мне кажется, он что-то знает. Он за нами так и идет. Литми Алекс. Литми Алекс там справа заспавнился. Плывем направо. Да уж. Это был очень напряженный Биг Йоньк. Че там, коротко их реакцию опиши, потому что я это не слышал. Ну ты знаешь. Ну, не понравилось. А они сусы, вообще не догадываются, что ли? Нет, они... Вот, кстати, почти запалил он, что на домике... На горе... Домик. Не, на горе домик, да. Тебя он не палил? Нет. Я выходил вздыхал. Там что-то орал, ну как бы я не слышал, там что-то орут все. Выхожу там, стреляюсь, как-то тоже что-то делаю. Короче, кайфово, да? Они получают удовольствие. Вот, знаешь, что самый эпик, если сделать? Они хотят купить лодку военную и на лодке вывозить. Купить коптер, короче. И просто сбрить их. Но после такого фейла в этот день они фармить больше не собирались идти. Поэтому реализовать эту задумку у нас не получилось. Серега отправлялся спать, ведь было уже поздно. Но у нас появилась грандиозная идея. Я мог бы играть под прикрытием с его аккаунта и зайти с его дискорда к ним. Мы даже придумали легенду. Серега якобы отправляется на работу и берет с собой ноутбук, где у него не будет возможности просто разговаривать. Поэтому без каких-либо подозрений я мог находиться в их дискорде и жить у них на острове. Так, я вот не знаю, что сегодня будет, но будет жестко. Нифига тут у шпиона оружие было. С аккаунта шпиона я был максимально добрячком. Я не убивал никого на острове, ведь если бы я кого-то убил, они бы меня рассекретили. Все, что мне нужно было сделать, это построить у них небольшой домик и разведать обстановку. В будущем я хотел зарейдить пару домиков, которые меня рейдили до этого. Блин, в спокойствии формлю камушки у них на острове. Я тут жил, да, пока меня не выселили, я тут жил. Я поговорил с главой в дискорде, он разрешил построиться прямо возле реки. Да, это то самое место, где меня уже взрывали. Ну ничего, мы сейчас к ним домик тут воткнем. И никто ничего не узнает, и никто ничего не поймет, потому что я док, потому что я док. Чисто добрый фармила на острове, добрый фармер в лесу. Надо понять вообще, что у них за дома такие, потому что, ну, этот дом здоровый. А, это хата Летмиаликса, сто процентов. Вот этот дом, это дом Летмиаликса. Кто такой Летмиаликс? Это замглавы этого острова. Именно благодаря нему наш агент живет у них на острове, от которого у нас уже даже есть пароли. Рейдить этого добряка мы явно не хотели. Я ж тебе кидал вроде бы пароль свой, который всегда используют. Ну, какой ты кидал? Это отрабоцкий. Майдрес, шаман, один, два, три, два. Думаешь, у меня типа дип, да? Иногда я даже узнавал их пароли, даже ничего не делая. Но в основном эти пароли были чем-то незначительным. Например, от ворот или от рыбацких помещений. Блин, надо как-то в доверие втереться вообще жестко, чтобы они мне доверились, там, пароли какие-то дали, да? Может, меня Летмиаликс бы приютил. А металл на этом острове я мог переклавить благодаря большим печкам, которые стояли у моих соседей. Помните тех, которые меня рейдили? Ну, тут вообще, как бы, лакшери. Вот этот дом рейдится супер-изи. Шкаф вот здесь находится, каменный и, скорее всего, металл. Стенка. Конечно, можно проверить. Металл, стенка, все. Это изи. Изи рейд. А следы преступлений я, естественно, сразу же уничтожал. Я просто стою здесь и просто плавлю серку. И никого не трогаю. И самое приятное, что противники мои меня не убивали. В это время, пока плавился метальчик, я прорабатывал план захвата их домика. То есть, если идти по дверям, то у них будет одна гаражка. Треугольник, вот тут буферка. Тут гаражка будет стоять. Ну, так все равно дешевле будет бахать, да? Да. Ха-ха, я им показал, что, типа, тут мое плавится. Пойду в другой дом. Моей самой главной задачей было разведать их территорию. Я должен был понимать, откуда могут выскочить противники и какую базу проще простого зарейдить. Это такой док. Наш Алекс его приютил. К нам на остров. Это он, Арчер Прискордин. Я все время гадал, как они могли найти мой домик, который я ни разу им не палил. И сейчас вы узнаете страшную тайну об их союзе. В данный момент прилетает к нам на остров один из чуваков, которых я пытался задефать. Клан Чо. Свои, 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 не сдаю. Ты где? А я вот на первой речке. Так я же просил, что не лететь пока, что, пока его здесь нет. Короче, я тебе даю, бля, пароль, лети сам, бра бачь. Нет, ему пароль не отдавать. Он же сейчас такого не нравится, а могут забанить. Сам ты не садится. Не, я ему понял, типа, поставить его по 2 квадрата пускай ловит. Я тебе говорю, не забанят его, забанят. Что ты так боишь? Ясно. Понятно. Ясно. Теперь понятно, как они все наши дома находят. Вот это Джека играет с читером, я хочу быстро зайти посмотреть кто там. Я долго думал, заходить ли к нему на стрим или нет, ведь если ты заходишь, то это отображается у него, и на меня могли упасть подозрения. Но я все-таки решился узнать, кто играет в его тиме. И сейчас посмотрите внимательно на его ники. Молдаван. Именно он появлялся возле моего домика и убивал меня несколько раз, в ту самую ночь, когда наш дом был зарейжен. На самом деле я и подумать не мог, что он играет в их команде, но сейчас я узнал страшную тайну об этом острове и их союзниках. Теперь стало ясным, почему они зарейдили прямиком в шкаф. Благодаря его трансляции я понял, как у них устроен дом, и понял в какую сторону проще будет всего рейдить. Такого поворота сюжета я явно не ожидал. На самом деле мне даже было искренне жаль, ведь я даже смог привязаться к этим островитянам. Но пока что понять их союз с читерами я не мог. Я продолжал заниматься строительством и прорабатывал свой план, который я хотел реализовать, когда соберется вся моя команда. Спустя несколько часов моя команда была вся в сборе. Серега мне рассказал то, что они планируют кого-то зарейдить. И этот кто-то находился очень далеко от острова. Да, пока он будет рейдить, мы будем рейдить его остров. Ха-ха-ха-ха. Что ты тут говоришь про Трейва, слышишь? Ты предлагаешь что-то сделать, да? Предлагаю что-то с ним сделать. Ты предлагаешь, короче, сплавать за ним, да? Пофармить, да. Проверить его на наличие ресурсов. Да, мой шпион отрабатывал на ура. Он спалил мне, где плавает фармер, за которым я сразу выдвинулся. Ой, он бочечки лутает. Мммм. Вкусняшечка ты моя. Кажется, он... Всё. Он закончился. Ха-ха-ха-ха. Зовите нового. Вкусняшечка моя, покажи, что у тебя было. 250 нефти. Мммм. Ха-ха-ха-ха-ха. Вкусняшечка моя плавала здесь. Ха-ха-ха-ха-ха. А ты ученик поменял? Я самурай. А ещё они застроили МВК карьер. И, конечно, Серёга узнал от него пароли. У нас были вечные проблемы с МВК, поэтому, взяв с собой немного дизеля, я отправляюсь прямиком туда. Ха-ха-ха-ха. Подошло. Подошло. Я на карьере. Всё. О-о-о. МВК карьер халявный. Даже застраивать не пришлось. В общем, мы готовились как только могли. Дома у нас уже вовсю плавилась серка. А МВК нам нужно было на крафт-базук и труп. Но вы не думаете, что у меня в роликах бывает что-то простое? Какие-то клановые игроки увидели рабочий карьер и решили попытаться его ограбить. Но тут уже сидел я. Серёга! Только не говори, что это они, Серёга! Выжигают карик! Я что, буду отбивать чужой карик нафиг? Я что, буду отбивать чужой карьер и вермога. Играет карьер. Играет карьер. Убил его нафиг У меня есть тачка Остальное же время мы готовились к кульминации и крафтили ракеты В планах у нас было уничтожить пару домиков И для этого нам нужно было подходящее время Как я уже и говорю, Серега разведал информацию о том, что они собираются кого-то рейдить Так вот, это время настало Они что, на рейд какой-то собираются? Блин, и уже ли этих пацанов рейдить будет? Кого только что спас Серега включил демонстрацию И мы начинаем следить за каждым их действием Вначале я подумал о том, что мы можем перехватить их рейд и забрать их ракеты Но потом, неожиданно для себя, я понял один гениальный исход И что мы можем сделать? Аккуратно, они ссорятся, могут перейти Да-да-да-да, они сейчас рейдить будут и мы будем рейдить Быстро заходи, да-да-да Давай-давай И тут я понимаю, что мы можем отправляться рейдить их дом Прямо сейчас Но Илюха встал в АФК Блин, ну Илья, пожалуйста, ну хоть раз в жизни на ЭФК Ну появись в нужный момент Вы что, рейдить пойдете? Да-да-да-да-да, они сейчас рейдить будут и мы будем рейдить Быстро заходи, да-да-да Давай-давай Мы хватаем все ракеты, которые у нас были И отправляемся на рейд Мы собирались под шумок рейда зарейдить их базы Вот это операция! Нам надо будет дождаться, когда они начнут рейдить Тогда мы начнем рейдить 36, 71 Все, оставляем ворота открытыми Готовы? Три Два Под витрину Один А тем временем, они спокойно дорезивали какой-то домик в зиме И даже не подозревали, что мы рейдим их Сверху отсюда, Алекс Чисткие двери Все, готовы? Жесть Какой он? А Есть Кто там? Кто стреляет? Бомж, что? Бомж, бомж, бомж на спальне Какой ник? Ник какой? Не знаю, не знаю, он далеко Никого дома у них нет Сейчас скажу Походу обратно пойдут Открыто все Давай, давай Я взорвался Сейчас красная была Сейчас дерево надо, ребят, перекрывайте Только дерево надо Это не, просто сазай, просто сазай Да, да, это они, это они Это он встал Тут компонентов тьма, мы можем уехать отсюда спокойно Верстак забираю Мормот спит Можно в кибитку, в кибитку все относить Относите в кибитку все, что видите Вот компонентов тьма Вот сюда бахаем, пофиг Готовы? Три Слева Два, один, поехали Что за жесть мы делаем? Дальше Бурим, бурим, бурим Пофиг вообще Тратьте ракеты Нет, ты не понял Я вас здесь хочу поставить полностью Забей там, бурим, раху не надо Не нервничай Не спеши, братик И делай глупостей Я знаю, потому что в той кибите Второй мы зарейдили было Да, часть лота вернует все равно туда слева шкаф еще есть ракеты они идут домой походу шкафа нет а где шкаф еще за бред отойдите может мы вынесли его наверху мог быть шкаф три яйца серебряные тут вообще лесов нет они идут домой они возвращаются уходим можем серёги к серёге ну хату занести все пока недалеко серёга карту они все пока они все далеко у нас оставалось еще немного ракет которые мы планировали потратить на последний домик тем же временем они просто продолжали рейдить у кибитку в зиме и походу не подозревали что мы их рейдим я мечтал этот дом бахнуть они пока там занимаются своими делами да и рейдят кого-то ради ресурсов аккуратно справа не поставляйтесь 2 3 сюда так еще 2 давайте с вас фундамент у нас походу у нас больше нет ракет у меня 2 у меня 1 меня убил быстрее быстрее нас спалили лутай себя надо прикрыть бойца он сейчас на крышу встанет убил у меня класс без патрон бульвар я не могу у него спалку у него спалка контрите контрите леса стене топ-сет с этого бульвара это алекс просто уходим это ограбление века наш в конечном итоге мы прорейдили у них целых три базы и у нас просто кончились ракеты да и тем более они вернулись со своего рейда ведь поняли что мы видим их базы серёга пишет я не в шоке чуть-чуть блин слышишь димон там такие невероятные теории выдвигают поэтому да просто невероятно я сейчас их просто в шоке с этого всего это настолько невероятное что-то хочу они там они они догадались вообще что кто-то инфу палит нет но слышишь они короче какой-то момент начали переосмысливать начали слушать американца этого который у нас в команде оказывается есть которого в принципе никто не понимает ой блин я надеюсь что это записывал конечно димон они настолько как бы в шоке что вот представляешь мы пошли рейдить их да точнее мы пошли рейдить клан да какой-то и в этот момент пришли рейдить нашу деревню это все они настолько как бы в шоке они понимают как это произошло они не понимают как они забыли закрыть дверь и все гонят на американцы были не фигасе это кайф там невероятные теории говорят я просто слушаю их такое наслаждение для ушей просто а чего не заподозрили вообще про шпиона нет никаких подозрений не блок про шпиона они по большей степени подозревали американца которые я не знаю как произошел он забыл закрыть дверь шпион нам сообщил что нас собираются рейдить вы посмотрите сколько их было в дискорде нам нужно было к этому подготовиться на раньше бегите все на ранечку у нас типу леса меня убили фсб я убил 1 убил но они знают где мы живем убил двоих убил дефолта они спальники тут накидали все что нам нужно было сделать это потайные ходы к нашей печки чтобы ее не могли так просто забрать да и отстрелочная нам бы тоже не помешала металла у нас не так много нам короче надо еще отстрелку сделать мне кажется в этом доме я улучшал все что было можно они тем же временем собирались в нашем раньше который стоял в квадрате от нас также ресурсики мы раскидали и в заряженный наш домик чтобы в случае если на зарядят мы могли отбиваться оттуда спустя 15 минут они уже собрались и их главнокомандующие отправляют их всех в бой трое все это надо идти срочно они нас видели они просто сейчас застроить печки выходим как старайся чтоб этот крылья тебе на вышке на вышке на вышке справа аккуратно на вышке я у меня спас хорошо 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 1 минус 1 убила 2 убил добила фул у меня голова дали базука С базукой 4 хита дала, он на хил ушел Один под базой левой Левый дал 4 хита с калаша У меня пятка сломалась, прикинь Тут у нас оружие есть? Есть Они тут у меня где-то Слышь, топает Они могут в тебя попасть, не забывай там двери Они ушли что ли? Он окрещен На моей крыше? Да, 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 у тебя на крыше Да он у меня хит, он в меня байтится Убил Еще один, граната Убил кого-то Еще убил Под моей хатой Убил одного Финус, смотри, тебя будет стрелять Под моей хатой, тип Я думаю, мы осилим это сейчас или нет? Просто если нас так разложили Олег, забей хуй, это нормально, что они нас разложили Я ему 3 хита дала Сишки Нас рейдят Они в шкаф, они печку долгают Минус Закрыву ворота Еще убил с базукой Еще убил с базукой, типа Они все в мейн Говорю вы, что только что тут Где тут? Под забором, под ворота закрыл У меня леса есть Убил Сколько их там, Серег? В доме двоих точно видела Внутри На крыше один умер Убил Еще убил Еще убил Вот еще она мне с фонариком Убил меня Еще убил Со стороны Ты с Берди? Да, 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 да Только у меня патриков нету Убил еще одного Все, у меня 0 патронов 170 хептового двери Это тир какой-то бесконечный Игра Ну они Туя хилов забрали с меня Пешной-то застроили? Пешной я, да, застроил Пять дверей Но они ящик серый Видно забрали отсюда Пороха до х**а Убил его Они витрину поставили К шкафу, все ГГ шкафчику Витрина? Угу Мы вдвоем от этого муравейника Просто не могли отбиться Потому что законтрить все действия невозможно Поэтому мы потеряли свою печку Но не спешите расстраиваться Ведь все основные ресики у нас лежали в заряженном домике Но будем честны У нас есть шанс восстановить этот дом за Иксеру Угу Они ж печки не разбивали? Нет А они пароль не говорили случайно? Интересно, Сереги Эй, рассказывай, как дела? Не успел рассказать Там машину, вы пи***ть, подорвали Блин, ну нам повезло Я сам в шоке был Вы, наверное, и представить себе не можете Сколько же мешочков лежало у нас в печке Короче, тут Если пособирать Если посмотреть, сколько тут трупов Мне кажется Смотри Смотри, кто лежит Иди сюда Где? 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 Вот это кто? Фу, ну тут заруба вообще жесть была Нас человек сколько, я не знаю Восемь рейдила О! А ты чё тут сидишь? Это ты Привет, а я слушаю тебя, братик Слушаешь? Но ты с щитами меня рейдил Зачем ночью? Зачем ты со своим другом С щитами рейдил? А как ты узнал, что я тут живу? В смысле ночью? А как ты узнал, что я тут живу? В смысле, чувак? Я вообще не знал, что ты здесь живешь Вот этот дом был заряжен Твоими друзьями Потому что вы какими моими друзьями? Бросьте и дон и бани Скажи, пожалуйста Поэтому за них я сказать ничего не могу Может они и правда с щитами Ну поверь мне Он прорейдил прям в шкаф Ни единой ошибки Просто прям прямиком чисто в шкафчик зарейдил Поэтому там чувак с говном Просто видишь, как бы мы щитаков особо не любим Поэтому если мы правда с щитами Мы тогда попросим сегодня Я тебе больше скажу Трансляцию Если так и будет То мы их выселим сами Ты когда еще прошлый раз приходил Вот по стороне меня Мы с тобой тогда же еще первый раз ввели диалог Я с тобой разговаривал Но я тогда вылетел И мы с тобой диалог не закончили Просто-напросто Я как бы хотел вообще не против То, что ты там поселился бы на острове Ты вообще начал просто ху**ть с того, что Ты зашел Ну, занял дом И сп*****л Ну ладно, стой Давай по-честному Ты честен ко мне? По-честному Я буду честен к тебе Сейчас, две секунды Я расскажу тебе историю просто Пойдем, чтоб тебя никто не убил Там было как? Я проник на ваш остров Потому что я не знал изначально, кто там живет И у меня была идея, типа, ну, раз ребята там какие-то бегают, да Я нашел сгнивший дом Я его занял Тот, который вы рейдили В конечном итоге Я никого на острове не убивал Но я понимал, что если я скажу, что я занял какую-то гнилуху Да, меня сразу выселят Вот у меня была такая идея Я никого на острове не убивал У меня была идея мирно жить, типа, просто, чтобы вы не знали, что я не свой Типа В конечном итоге, вот это БУВР или кто там такой Он меня убил Но я же не знал, что у вас дискорд, вот это, да, бульвар Он меня убивает, короче А я к нему же мирно подошел Я спросил, там можно ли дерево поформить Понятно Короче, слушаем мою историю Начнем с того, что у нас люди добрые Как бы, если бы ты сказал правду изначально Ну, в принципе, я изначально сразу понял Во-первых, я тебя сразу узнал Я тебе скажу сразу Во-первых, по твоей манере, по твоим действиям Я не первый год за тобой смотрю Мне твой контент нравится Ты охуен В том, что, как бы, если бы ты сказал Даже если бы это был не ты, а, допустим, другой человек, да Ну, сказал бы правду, что, типа, у вас сгнил человек, как бы Я бы заселился здесь, как бы, я хочу жить То есть, у нас какие правила Заходишь в дуэс, ведешь себя адекватно Ну, проблем не создаешь с другим У нас большинство играют в соляка, как я уже рассказывал Мы просто собираемся на, там, какие-то мероприятия Как бы, все, каждый играет у нас в свое удовольствие Ну, как бы, никого не мешаем Да, если сидим просто лялякаем Получаем удовольствие от игры Все И сразу в шкаф вот сюда бахнули То есть, никуда больше Ну, я понял, двойной бункер Вот Двойной потолок Ну, нормально Если вам нужна ваша серая А, у тебя еще шкаф здесь был закатан Если вам нужна ваша серая Забирай Как говорится, это раст Все честно Я вот говорил вчера тебе на F6 дом На F6, но это их союзник, к сожалению На F6, но это их союзник, к сожалению Смотри, короче Я все равно в муте Они с щитами играют Да, если вы их даже зарейдите Мы не против Потому что, я как сказал, мне не нравятся щитаки Я отношусь Но, так как они соседи Ты сам иногда понимаешь Иногда, иногда приходится мириться с такими соседями Потому что, либо тебя, либо тебе приходится мириться Но мы можем поступить иначе Ой, блин, конечно Жестко, жестко они нас сейчас рейдили Ты вообще видел, да, этот? Что за жесть там происходила, нафиг? Не, ну заруба там вообще жесткая была, нафиг Они даже печку нашу прорейдили Не, они жесткие, они Алекс понял, вот этот, лет ми Алекс Или как там его Он Угу Короче, нам печку обратно вернул Я вот думаю, то, что, ну Может ему стоит сознаться Потому что он Ну, судя по всему, он хороший чувак Он прям, видно по общению, что он добрячок Я даже не знаю, стоит ли их вообще мучить дальше Имеет смысл ему рассказать Не, мучить, я думаю, не стоит Потому что ребята действительно неплохие Они все забавные Хорошо с ними поиграли, очень Играем Ну, ты думаешь, короче, не стоит их больше кошмарить, да? Не, я думаю, не стоит Серега выцепил лет ми Алекса И пригласил его в ранчо И тут мы решили ему раскрыть все наши карты Я хочу познакомить тебя с моей командой Так, первое Выходи из куста Это Биг Дак Сейчас Как думаешь, кто выйдет? Эрел, выходи Знакомься Это мистер Эрел Ну, у меня что-то такое было подозрение Жулик И последнее Знакомься Это мой шпион О, да О, да Меня развели Из разговора с ним я понял, что глава у них не поддерживает игру с читером И он не мог за всеми уследить На самом деле, я выражаю им свой респект И напишите, пожалуйста, в комментариях, что эта деревня была действительно топовой Я привнес им много бед И надеюсь, что это хотя бы им поднимет боевой дух Не, ну, конечно Признаемся Про шпиона Они все равно узнали Не, не, это понятно Ворота же вы открывали, правильно? Да Я тебе больше скажу Я даже ваш пароль от карьера знаю Ты что думаешь? Это я там был Я там тачку угнал А, я-то думаю Кто передо мной такой убежал? Я думаю Смотрю, челик убежал Я думаю Бомж какой-то или что Забил хрен, короче Не обратил на это внимание Веселая история Ладно, давай сейчас к забору подойдем Пошли К забору Нет, нет, стой, подожди Ты хотел проматериться Давай версию без цензуры Давай версию без цензуры А полную версию этого диалога Вы можете увидеть в моем телеграме Ссылку на который я оставлю в описании Да зачем ты закрываешь, смотри Генезис, смотри Ты зачем закрываешь, дружище? Спрятался, что ли? Помните того школьника, которого вы рейдили, да? Ни за что, ни про что Который поселился на вашей территории Подожди, подожди Бульвар, бульвар просится Подожди Последний Один из главных участников Просит подождать минутку Он сейчас подойдет Дайте я тут встану Как свой Как свой Ага, как свой Чизи, ты че тут забыл? Чизи, ты че тут забыл? Сейчас, сейчас все будет Потерпи, бульвар идет Мы вот ждем его Он назвал меня по имени Все, время раскрыть карты Как говорится Помните тот домик сгнивший, который вы рейдили, да? Когда я притворялся чьим-то братом Типа, я притворялся братом Потому что я понимал, что вы меня зарейдите в любом случае Да, 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 да Я зашел с другого аккаунта, чтоб меня читаки не нашли, да? И я списываюсь, короче, с одним из вас И такой И меня не узнают Я такой понимаю, блин, можно же попробовать, короче, внедриться И я внедрил в вашу команду своего агента Все это время На фарме, когда я вас убивал Кто? Это благодаря моему агенту Познакомьтесь Агент Док Всеми известный дровосек Серега Честно говоря Правительное наказание, я считаю Посмотрели Нет, ну то, что я терроризирую, понятно Но насчет агента же никто не знал Вообще, даже, даже, даже не предполагал У нас просто остров такой, берем всех добрячков и все Нет, бульвар Помните тачка, которая заезжала? Вот, мы тоже ее по инфе отработали Я помню, ты меня подорвал туда Боб, чизи То есть сейчас вам слили инфу, что мы пошли рейдить И поэтому, это вы пошли рейдить? Да, это мы прорейдили Ты только сейчас это понял? Да, я ник РЛ только сейчас увидел Ой, не, ребят На самом деле Согласитесь, ну, шпионов У вас еще не было, да? Вообще ни разу шпионов Но теперь вы будете к этому готовы Не было Никогда Мы стараемся доверять людям Все наши ресурсики мы дали им Потому что мы понимали, как это сложно выживать в деревне Я ведь и сам иногда так делал Собирал всех новичков А после бульвар провел мне небольшую экскурсию По их огромному домику И честно говоря Ресурсов, судя по всему У них было не так много, как казалось Смотри, смотри, да, вот ты вот сюда Нет, тут гантрапов нет сейчас Мы еще не доделали, я же говорю Вот тут должна лестница стоять И вот тут Ты когда падаешь сюда Гантрапы срубают тут По бокам два гантрапа Еще снизу вот тут два гантрапа Да, 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 да У нас постоянно У нас постоянно В такой оперехад-то Ну тут вниз дефолт Ну, мейн прыгать Мейн электрика А, ну, кстати, у вас Что-то ракет не так много Я таки извиняюсь А когда передавать привет На самом деле Ну, раз в жизни, мне кажется Никого больше не примем Да не, новички не при чем, ребят Мы только виноваты в этом Все, хватайте, бур Вы можете это Избавиться от нас Напоследок Мы вместе с ними планировали Зарейдить другой остров И клан читаков Но, как вы видите Клан гастов, скорее всего Ливнули после неудачного рейда Либо их зарейдил кто-то другой А клан читеров Просто сгнил Я не знаю, кто это сделал Но кто-то освободил этот сервер От грязных читеров Я этому очень рад Ходят слухи, что деревни На этом сервере продолжают Своё выживание И они перестали убивать новичков Которые просто решили Заселиться на их острове А перед тем, как заканчивать ролик Let Me Alex попросил меня Кое-что передать Так, я бы хотел передать Привет всем своим деревенским товарищам Также хотел бы передать Привет своему старому Доброму тиммейту Помпею Перед которым я хотел бы извиниться За свой скверный характер Еще бы Я бы хотел передать Паре Архангелу и Доминику Большой привет И выразить свою благодарность За то, что они меня всегда поддерживают В любой ситуации Как бы так На этом все Спасибо А если мы с вами наберем Нереальное количество лайков Что-то в районе 200 тысяч То я выпущу обязательно Целую часть Играя с ними И я уверен Что этот видос будет Просто легендарным Не забывайте рассказывать Об этом ролике Своим друзьям Кошкам Собакам Ведь просмотров здесь Должно быть огромное количество Потому что над этим видосом Я трудился целых 3 недели И чтобы запитать меня энергией Вы должны выполнить все эти 3 пункта Поставить лайк Подписаться И написать коммент А я желаю всем побольше здоровья Приходите ко мне на стрим Мы там обязательно с вами пообщаемся И обсудим все интересующие вас вопросы А я знаю Какой вопрос тревожил все это время вас Постанова ли это А я отвечу вам Нет Все игроки могут вам это доказать А дополнительный контент Вы сможете увидеть у меня в телеграме Например туда я уже совсем скоро Закину запись Как они полностью нас рейдили Без каких-либо вырезок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok